Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю обсудить тему, которая касается абсолютно всех. Как сохранить здоровье сердца. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Ольга Евгеньевна Лях. Главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра. Трудовую деятельность начала в 1989 году после окончания Минского ордена трудового красного знамени Государственного медицинского института. Первая должность – врач-интерн-терапевт Гомельской областной клинической больницы. Областной клинический кардиологический диспансер пришла в 1996 году на должность врача функциональной диагностики. С 2004 года работала заведующим организационно-методическим кабинетом. В 2012 году назначена первым заместителем начальника управления здравоохранения Гомельского облсполкома. А еще через год главным врачом Гомельского областного клинического кардиологического центра. Активно участвует в общественной жизни. Является депутатом Гомельского областного совета. На вопросы, которые касаются деятельности областного кардиологического центра, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. Сегодня замечательный день, день студента. А Ольга Евгеньевна, вы помните свои студенческие годы? Какой вы были студенткой? Вы совершенно правы, Ольга. Сегодня день студента, который отмечается с 1941 года. И у нас с вами есть уникальная возможность поздравить всю студенческую общественность, во всяком случае Гомельской области, с их профессиональным праздником. Ну а я студенческие свои годы помню, несмотря на то, что они были в далеких 80-х. Не могу сказать, что я была очень педантичной такой и очень правильной студенткой. Но, во всяком случае, я была очень ответственной студенткой. И назвать эти годы бесшабашными и очень легкими достаточно сложно. Я думаю, что у студентов медвузов они легкими не бывают никогда? Не бывают. Или быстро заканчиваются? Более того, я бы назвала этот период таким переходным от детства ко взрослой жизни. Уехав из дому, я должна была освоить некоторые азы и какой-то бытовых норм. И я должна была развивать свои коммуникативные способности. То есть это тяжелые времена были, времена становления моей личности. Спасибо большое, Ольга Евгеньевна. И уже в начале нашей программы у нас есть вопрос от телезрителя. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Да. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Хочу задать вопрос. Может, он не совсем удобный. Но вот вы, как главный врач, у вас делаются операции, сложные на сердце. Больные, наверное, после операции находятся под каким-то вашим контролем диспансерным. Как долго они живут после этих операций? Хотелось бы знать. Вопрос такой своеобразный. Но все-таки. Статистика такая есть. Есть в каждом учреждении. Спасибо за звонок. Спасибо за вопрос. У нас достаточно высокая выживаемость пациентов после оперативных вмешательств на сердце. У нас есть опыт введения пациентов, допустим, с имплантированными кардиостимуляторами и 90 и 95 лет после аортокоронарного шунтирования. У нас также выживаемость достаточно высокая. Ну и мы видим по статистике в течение предыдущих пяти лет неуклонно идет снижение смертности от болезни системы кровообращения. Ольга Евгеньевна, можно где-то ознакомиться с этими материалами? Потому что я думаю, что вы ведь в Управлении здравоохранения их представляете? Конечно, конечно. На интернет-ресурсах, в журналах медицинских. Мы печатаем, можно сказать, не так активно, как хотелось бы, но у нас есть и печатная работа, потому что в коллективе работают и кандидаты медицинских наук, и отличники здравоохранения, и работают внештатные главные специалисты управления здравоохранения. Ну и, конечно, ежегодно мы предоставляем эту статистику о своей работе и в Управлении здравоохранения, и в РНПЦ кардиологии, и затем в Министерство здравоохранения. Может быть, вы посоветуете, где можно это найти? В каких журналах? Почему спрашиваю? Потому что наверняка такой вопрос, он не случайен. И подобные вопросы обычно начинают интересовать людей, которые готовятся внутренне, да, вот к операции раздумывают, но боятся. Потому что риск подобных вмешательств, он, правда, очень высок. И исход, он труднопрогнозируемым бывает при некоторых состояниях. Вот научную литературу, где можно подобные данные найти? Вы знаете, Ольга, эта информация действительно есть, но она является специальной медицинской. Прежде чем пациент дает свое согласие на оперативное лечение, он общается подробно, общается индивидуально, либо с заведующим кардиохирургическим отделением, либо с заместителем по хирургической помощи. То есть к каждому пациенту мы подходим индивидуально. И более того, если нужно пациенту обдумать, то мы также при возможности даем это время. Спасибо большое. Достаточно серьезного вопроса мы начали программу, да? Так не получилось легко начать, как я планировала. Ну, давайте продолжим, потому что на самом деле тема ответственная, мы готовы к любым сегодня вопросам. Пожалуйста, звоните, воспользуйтесь такой возможностью. Ольга Евгеньевна, о студенчестве своем вы мне рассказывали, но вообще считается, что медицина – это наследственное. Вот ваш путь в медицину, он тоже по этому же принципу начался? В моем случае это точно наследственная профессия, потому что у меня отец работал терапевтом, мама моя – педиатр. И даже могу сказать, что вот сейчас она достаточно взрелый человек, но до сих пор в строю, она работает педиатром. И, наверное, преданность профессии и трудолюбие является залогом ее активного долголетия. Ну и хочу сказать, что у меня в памяти частенько всплывают такие картинки, когда моя мама сидит, все спят, она сидит где-то на кухне, включив лампу настольную и заполняет амбулаторные карты детей по памяти. Я не представляю, как можно было запомнить каждую индивидуальную историю болезни того или иного маленького человечка. И, конечно, у меня не было другого, можно сказать, шанса выбрать профессию. Ну а мой путь в кардиологию, конечно, здесь сыграла роль очень харизматичный. У меня был преподаватель, он у нас вел кардиологию, ревматологию. Это Николай Федорович Сорока, он сейчас доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой. Ну вот такова была роль человека в моей истории. Да, это тоже такая ситуация традиционная, когда один человек, педагог, когда он может зажечь своим примером. Ну что ж, о делах сердечных. Далее, по статистике, болезнями такими страдает каждый пятый житель нашей области. И при этом во всем мире именно эти заболевания лидируют как причина смертности трудоспособного населения. Скажите, пожалуйста, как эта динамика меняется со временем? Ситуация действительно усугубляется? Или, может быть, уже медицина как-то этот процесс затормозила? Мы уже с вами говорили о том, что в Гомельской области и в республике в целом смертность от болезни системы кровообращения имеет устойчивую тенденцию к снижению как в целом по популяции, так и в трудоспособном возрасте. Но причинами являются, конечно же, и увеличение продолжительности жизни, это демографическое постарение населения, и наш образ жизни не всегда здоровый, и распространение таких вредных привычек, как курение, гиподинамия, избыточная масса тела. Но, тем не менее, мы видим положительные тенденции. Какие заболевания чаще всего выявляются? Будем говорить так. В структуре болезни системы кровообращения наибольший удельный вес составляет ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и церебровоскулярные болезни. Церебровоскулярные болезни – это что? Это заболевания, связанные с патологией сосудов головного мозга. И одним из самых грозных заболеваний церебровоскулярных болезней является острое нарушение мозгового кровообращения. Инсульт. Инсульт. Совершенно верно. А до, собственно, инсульта, как проявляют себя подобные заболевания? Это головные боли? Вот как люди попадают к врачу? Ну, конечно. Во-первых, грозными осложнениями артериальной гипертензии являются инсульты и инфаркты. Ну, это, собственно, то, от чего умирают. Ну, будем говорить так. Сегодня постараемся поговорить, как этого не допустить, как часто нужно проверяться. Потому что, ну, не застрахован никто, никто же не знает, что, собственно, с сосудами головного мозга, если никогда в жизни не делал исследование, да? И уже узнаешь об этом, что что-то было не так, когда происходит кровоизлияние. Как часто нужно проверяться, что бы вы посоветовали обязательно сделать всем? Для здорового человека нужно не реже одного раза в два года пройти вот ту пресловутую диспансеризацию. И в зависимости от возраста провести диагностику своего состояния и определить слабые места. Ну, а для пациента, у которого уже есть свое заболевание, то там и чаще необходимо посещать амбулаторно-боликлинические учреждения своего участкового терапевта. Сейчас эту тему продолжим. Знаете ли вы свое давление и как часто посещаете врача? С этими вопросами наши корреспонденты обратились к гомельчанам. Давайте узнаем, как отвечали люди на улицах. Давление, знаете, у меня дочка, говорит, вообще завидует даже. Она в Германии живет. Так бывает 125, так вот, ну, до 130 давление у меня. А вот состав болят. К участковому врачу не ходите? Нет, вообще не хожу. Я вообще в больнице не был никогда. Ну, разменял уже, вот, осваиваю 90-й год. Страдаю повышенным давлением. Ну, не часто, могу сказать, что не каждый день меряю давление, но регулярно, так скажем, раз, может, три дня, может, когда-то и чаще при необходимости. А лекарства вы употребляете? Да, употребляю. Помогает? Помогает, да. Держу давление почти всегда. Обычно 130, там, на 90, 120, на 80. Бывает выше. Давление знаю, а к врачу не обращаюсь. В принципе, нормально себя чувствую. Повышенное давление или нормальное? Ну, для меня нормальное. Врачи считают, что повышенное. Ну, знаем, повышенное 140 где-то на 90. Такое, ну, не часто обращаемся. А лекарства принимаете? Нет. Ну, пока еще нет. Пока нормально себя чувствуем с таком давлением. Обращаюсь редко. Давление я свое знаю, да. Нормальное? Да, по делам нормы. 120 на 70. Ну, естественно, когда происходят климатические изменения в погоде, то, естественно, в моем случае они понижаются. Но к участковому врачу обращаюсь редко. В наличии, естественно, дома всегда есть аппарат, который измеряет давление. А лекарства? Нет, еще слишком я молода. 140 на 90. А к врачу? Ну, если направят только на обследование куда-нибудь, то уже туда и к врачу обращаюсь. Ну, очень редко. Хожу к врачу, когда начинаю что-то болеть, только тогда и обращаюсь. А давление? А давление нет, не знаю. Давление не знаю. Обращаюсь очень редко. К врачу. Давление, если я знаю, 120 на 80. Поэтому врачу не нужен? Нет, пока нет. Обязательно измеряю каждый день. А к врачу не люблю обращаться. Все знаю, принимаю сама таблетки и все. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о здоровье сердца. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Воспользуйтесь такой возможностью. Ольга Евгеньевна, вот какое впечатление на врача производят такие ответы, такие мнения? Я сейчас, конечно, ни с кем не спорю, но думаю, что это очень распространенно. Это мое рабочее давление. Для меня нормальное. Врач говорит, что повышенное. Вот как вы на это реагируете? Ольга, вы знаете, понятие рабочее давление было придумано не пациентами. Когда-то в далекие времена, действительно, врач, общаясь с пациентом, задавал такой вопрос. А какое у вас рабочее давление? Затем были проведены массы клинических испытаний, научных исследований. И все-таки пришли врачи к единому мнению, что не должно быть такого понятия рабочее давление. Есть понятие целевые цифры артериального давления. И они должны быть ниже 140 на 90. Поэтому вот такая привязанность к понятию мое рабочее давление врача, конечно, немножечко настораживает. Потому что мы понимаем, что пациент не будет регулярно принимать препараты. Пациент не будет обращаться своевременно за медицинской помощью. А если мы видим, что пациент длительное время ходит с нелеченной артериальной гипертензией, значит, у него повышаются риски грозных осложнений, таких как инфаркт и инсульт. Ну, то есть до определенного момента, я так понимаю, что это давление, оно не причиняет неудобств. Не все чувствуют. Да, и можно 160 на 100 ходить себе спокойно, не испытывая никаких неудобств. Потом это давление растет, растет, растет. И в какой-то момент уже чревато опасными осложнениями, да, тем, что ситуация уже станет неуправляемой. Где-то 50% людей не ощущает повышенного артериального давления. Кто-то очень четко определяет свое повышенное давление. Но независимо от того, чувствуешь, не чувствуешь, разрушительное воздействие повышенного давления на организм оказывается. Продолжим эту тему. Ольга Евгеньевна, у нас есть вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне сказали, что у меня увеличенное сердце, большое сердце. Что это значит? А больше ничего не сказали? Не пояснили? Нет, ну сказали, давление у меня всегда повышенное. Давление повышенное и увеличенное сердце. Это вам делали УЗИ? Ну, по УЗИ нет. Но когда проходила рентген, мне всегда говорят, что увеличенное сердце. Поняли, спасибо. Сейчас попробуем разобраться, что же это значит. В данной ситуации уже следует нашей зрительнице обратиться за медицинской помощью. Скорее всего, большие размеры сердца – это уже следствие длительной артериальной гипертензии. И, как правило, наверное, не очень леченной. Поэтому это тревожный звоночек. Все-таки нужно подумать о себе и начать принимать грамотно назначенную терапию. Следует обратиться к участковому терапевту. Начать с участкового терапевта. Ну и дальше выполнять рекомендации. Безусловно. То есть сердце увеличивается в размерах при длительной нелеченной гипертензии. Да. Понятно. А если давление низкое, это менее опасно? Потому что у многих бывает так, у молодежи особенно. Ну, будем так говорить, что все население делится примерно на три категории. Гипотоники, нормотоники и гипертоники. Если для гипотоников привычное артериальное давление и 90 на 60, и 100, и 110 на 70, и они чувствуют себя прекрасно, и не нужно их трогать. Но если пациенты гипертоника медикаментозно снизить артериальное давление ниже 100, 110 на 60, то здесь возможны и неблагоприятные последствия. Почему и нужно принимать препараты под наблюдением медицинских работников? Во всяком случае, назначать препараты должен не сосед, не подруга, а только медицинский работник. Да, и даже не аптекарь. И даже не фармацевт. Потому что так тоже часто бывает, что обращаются в аптеки, дайте что-нибудь от давления, и пьют уже люди по схеме, которая в инструкции. Может, она ему не подходит. Неверный выбор. Вообще, с какого возраста вы бы посоветовали уже так серьезно мониторить, ну, как минимум, давление? Потому что люди иногда думают, что я еще молод для таких проблем. Ну, вы знаете, даже в детском возрасте даже педиатры измеряют артериальное давление, потому что здесь мы и видим на протяжении ряда лет идет омоложение артериальной гипертензии и болезни системы кровообращения. Поэтому тонометр должен быть в каждой семье. Поняла, спасибо. Продолжит наш разговор очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Вас беспокоит житель Гомеля, Сотский Александр. Уточнить такой вот вопрос. У моей матери проблемы с клапаном сердца, то есть неправильно функционируют. Это тоже две, ну, два раза сделали операцию, удаляли тромбы из-за этого. Можно ли у нас в Гомеле как-то это исправить, сделать операцию, и куда это можно обратиться? А сколько лет вашей маме? Матери 65. Молодая женщина. Скажите, пожалуйста, были ли вы у нас на консультативном приеме? Были. У вас, кстати, по-моему, даже она лежала как бы на обследовании. Вот. И как бы вот это вот у вас и поставили. Но как бы сказали, что это в Минске все делается. Ну, вы знаете, что мне сейчас сложно определить. Все-таки для того, чтобы дать ответ и рекомендовать, в каком лечебном учреждении необходимо оперироваться, все-таки, опять же, я призываю к индивидуальному подходу. Пожалуйста, приходите к нам на консультативный прием, и более детально можно будет, изучив документы вашей мамы, определиться с тактикой ведения уже дальнейшей. Что делать? И делать операцию, и где ее делать? Конечно, конечно. Но, как правило, после выполнения клапанной коррекции назначаются препараты, которые нужно пить пожизненно, и эти препараты предотвращают развитие тромбов. Ну, вот в данной ситуации мне не очень понятно, конечно, но если вот молодой человек сказал о тромбах, то это очень такая серьезная ситуация. Здесь медлить не стоит. Немедленно, да? В понедельник же записывайтесь на прием к врачу и уже принимайте решение. Ольга Евгеньевна, как распознать, что проблема серьезная, когда речь идет об инфаркте или инсульте, какие состояния являются сигналом к тому, чтобы немедленно этих врачу или вызывать скорую? Ну, будем говорить так, что инфаркт миокарда – это всегда катастрофа, это всегда острое состояние. И проявляется оно внезапной, жгучей, давящей, сжимающей болью за грудиной, с радиацией в левую лопатку, может быть, челюсть нижнюю, шею, эпигастральную область. Проявляется это липким холодным потом, пациент теряет работоспособность. И в этой ситуации необходимо, во-первых, прекратить физическую нагрузку пациента, уложить, обеспечить доступ свежего воздуха, под язык одну таблетку нитроглицерина, через 5 минут еще одну таблетку нитроглицерина, дать разживать полтаблетки простого аспирина и непременно, незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь, бригаду скорой медицинской помощи. Скажите, пожалуйста, когда речь идет о микроинфаркте так называемом, почему люди иногда на ногах переносят даже не одно такое состояние, не один раз? Вы знаете, что сейчас нет такого понятия микроинфаркта. Нет, нет. И бывают такие случаи, когда пациент, что называется, перетерпел и не обратился своевременно за медицинской помощью. Но это не лучшее поведение, потому что здесь возможны осложнения и летальные исходы. Все-таки, когда случается катастрофа кардиоваскулярная, здесь нужна помощь немедленная, помощь медицинских работников. Ничего более важного в этот момент не существует. А вот уже более 30 лет в Гомеле работает областной кардиологический центр. Крупнейшее профильное учреждение в нашей области и одно из лучших в стране. Накануне там побывали наши корреспонденты. Давайте посмотрим сюжет. Одно из крупнейших лечебно-профилактических учреждений в Республике Белоруссии СНГ. Сегодня Гомельский областной клинический кардиологический центр на постсоветском пространстве действительно среди лучших. Ежегодно стационарную помощь здесь получают более 9 тысяч пациентов с болезнями системы кровообращения. Еще до 50 тысяч человек обращаются за консультативной помощью. Человек не чувствует своего сердца до тех пор, пока оно работает нормально. Однако, когда оно дает сбой, без медицинской помощи не обойтись. Высокий уровень подготовки врачей, использование высокотехнологических методов диагностики и лечения позволили достигнуть положительных результатов. За три последних года смертность от болезни системы кровообращения снижена на 4%, а среди людей трудоспособного возраста – более чем на 8%. Алексей Шиндюк попал в областной кардиоцентр из Мозыря, где ему оказали первую помощь после инфаркта. Говорит, что последний раз к врачам обращался года два назад, когда стало беспокоить давление. Проведенным в Гомеле лечением доволен и, пользуясь случаем, еще раз благодарит медперсонал. Внимание большое оказывает. С медикаментами вопросов нет. Сразу все дается. Что врач назначил, то дается. И чувствую я себя уже сказать, что давно я так себя не чувствовал. Хорошо идет лечение. Мало того, что каждые сутки сердце человека перекачивает около пяти тонн крови. Мы часто взваливаем на него еще и дополнительную нагрузку по обеспечению кровью лишней массы тела. Современная медицина достигла значительного прогресса в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако болезни сердца все-таки легче предупредить, чем лечить. В отделении рентген-эндоваскулярной хирургии Гомельского областного клинического кардиологического центра количество внеплановых операций заранее не предугадать. Иногда их не бывает вообще, однако это больше исключение, чем правило. Задача врачей сделать все, чтобы сердце не остановилось. Инфаркты помолодели существенно. И сейчас пациенты бывают в 25-30-летнем возрасте. К сожалению, это уже не исключение случается. Очень многим можно помочь, но критическим является фактор времени. Чем быстрее пациент будет доставлен в эту операционную, тем больше шансов на успех вмешательства и полноту восстановления сердечной мышцы. Пациенты я имею в виду с инфарктом миокарда. Медицинский персонал – особая гордость Гомельского кардиоцентра. При том, что врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень, используя различные методы обучения. От использования электронных площадок Европейского общества аритмологов до внедрения метода телемедицинского консультирования. Мы смотрим, сравниваем то, что происходит у нас и у ближайших соседей, и не очень ближайших соседей. У нас есть контакты, периодически происходят те же конференции с участием итальянских специалистов. Это происходит на регулярной основе. И на регулярной основе наши соседи, ближайшие литовцы, тоже приезжают, смотрят. И я могу сказать, что наше отделение, по крайней мере, послеоперационный блок нашего модуля, он на достаточно высоком уровне. Достаточно высокий уровень – это оборудование самого высокого, эксперт-класса, что позволяет в полном объеме оказывать помощь больным с самой тяжелой патологией. И такая информация. 1 декабря врачи Гомельского областного клинического кардиологического центра примут участие в международной конференции, которая пройдет на базе Республиканского научно-практического центра кардиологии в Минске. Вы смотрите «Диалог». На ваши вопросы готова ответить главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра Ольга Евгеньевна Лях. И у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Пришло время вам озвучить в эфире. Вы долго ждали. Спасибо вам за это. Ага, благодарю вас. Пожалуйста. Задавайте ваш вопрос. Уже задавайте? Да, задавайте нам. Добрый вечер. Добрый. Ольга Евгеньевна, можно ли вылечить экстрасисталию? Это раз. Далее. У меня всегда низкое давление. Нижнее, нижнее низкое. Верхнее 140, допустим, 130. А нижнее 60-50. А иногда повышается давление до 200. Да. Скажите, пожалуйста. Можно ли? Да, и еще скажите. При головокружении... А? Я слушаю вас. А вы слушаете, да? Конечно. И при головокружении. Что за причина, что сильнейшее головокружение. Я не могу ходить самостоятельно. Скажите, пожалуйста, а вы обращались к своему участковому врачу вот с подобными жалобами? Да. Обращалась, знают они мое положение. Знают. Ну, выписывают лекарства, но ничего мне не помогает. А сколько вам лет? Да, мне уже, слава богу, 88. 88. Какая вы молодец. Да, ну, понимаете, сказали, что головокружение сильное от того, что, значит, недостаточное мозговое кровообращение. Поняли вас. Спасибо вам большое. Спасибо, что смотрите. Будьте, пожалуйста, здоровы. Сейчас мы ваши вопросы все обсудим в эфире. Итак, Ольга Евгеньевна, экстрасистолия. Ну, здесь говорить изолировано о состояниях экстрасистолии, головокружения, низкое диастолическое давление. Ну, так нельзя, конечно. Нужен все равно комплексный осмотр. Скорее всего, у нашей пациентки необходимо провести ультразвуковое исследование сердца для того, чтобы определить функционирование клапанов сердца. И необходимо выполнить ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий. Также для того, чтобы определить проходимость этих сосудов, которые питают головной мозг. Ну, я надеюсь, что эта помощь доступна. Мы видим, что нашей пациентке уже 88 лет. Она в добром здравии и смотрит наши передачи. Дай бог ей действительно здоровья. Ну, вот провести дополнительное обследование, наверное, необходимо. Можно ведь записаться и в центре это провести, и попасть на прием с результатами. Возможно это сделать? Конечно, у нас есть консультативное отделение, поликлиника, есть диагностические отделения. Все это можно сделать. УЗИ сердца и УЗИ сосудов, которые идут к головному мозгу. Я думаю, что участковый терапевт знает свое дело и все выполнит по протоколам. Ольга Евгеньевна, и сразу второй телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. Добрый вечер. Я сама гомельчанка. Вот хотел бы знать, мне 65 лет. И не так давно, года три назад, даже меньше, поставили диагноз сердечная недостаточность. Значит, один клапан поставили у меня, я, извините, не подняла эти бумаги, кальцидоз. А второй фибривоз, по-моему, фибривоз, если я не ошибаюсь. Скажите, лечится ли сердечная недостаточность? Какие можно меры, чтобы немножечко продлить существование? Опасно ли это заболевание сердечной недостаточностью? И что такое возобнование клапаном фибривоз и кальцидоз? Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Судя по тому, как вы называли эти патологические состояния, это следствие атеросклеротического поражения сердца. И в данной ситуации, опять же, по телефону сложно ставить диагнозы, но необходимо провести диагностику и обратиться на консультативный прием. Здесь, возможно, помощь и кардиохирургов. Возможно, здесь замена клапана, и сердце будет работать более функционально. Мы приходим к одному и тому же выводу. Необходимо динамическое наблюдение врача. Не нужно заниматься ни самолечением, ни нужно заниматься лечением через интернет. Нужно индивидуальное лечение профессионала. Да, нужно найти своего доктора, особенно если были такие уже серьезные вмешательства, то, наверное, лучше как-то эту связь поддерживать и консультироваться далее. Конечно, конечно. И вместе решать, что же делать дальше. Но, к сожалению, жизнь-то закрутит, и как-то времени на себя обычно не остается, только пока опять какая-то критическая ситуация не подступит близко. У нас около четырех минут до окончания эфира. Я думаю, что еще один звонок мы примем, если он будет. Пожалуйста, это учитывайте. Ольга Евгеньевна, вы пришли на работу в тогда еще кардиологический диспансер более 20 лет назад. И, конечно же, много воды утекло. Очень многое изменилось. Да. Сейчас упор на малоинвазивные технологии. Вот мы в сюжете видели подобное, да, как это осуществляется. Принципы работы, техники изменились существенно. Сейчас развиваются и внедряются малоинвазивные подходы в кардиохирургии. У нас выполняются эти операции, но для центра я считаю, что это одно из приоритетных направлений мини-инвазив, потому что он позволяет с меньшим травматизмом выполнить операцию, быстрее вернуть пациента в строй. И это одна из наших задач – развитие мини-инвазива в кардиохирургии. Ну, а сегодня, если говорить о мини-инвазивных вмешательствах, это вы, по всей вероятности, думали о рентген-эндоваскулярных вмешательствах. Мы очень активно развиваемся в этом направлении. Мы, по оценке Республиканского центра, являемся самым динамичным центром в этом направлении. Ежегодно мы выполняем более 2200 диагностических исследований, в том числе более 2000 коронарографий. Мы стентируем около 1000 пациентов, в том числе более 800 – это пациенты с коронарной патологией. Более того, мы очень активно работаем в этом направлении и у пациентов с острым инфарктом миокарда. Мы забираем на себя все случаи острого инфаркта для того, чтобы выполнить эти мини-инвазивные операции, стентирование коронарных артерий и предотвратить в некоторых случаях развитие инфаркта миокарда, а где-то улучшить состояние этого пациента. Почему об этом нужно знать всем, что именно такие технологии сейчас вы развиваете? Потому что люди иногда боятся больше самой операции на сердце. Это же очень страшные слова, чем возможных последствий своего заболевания. Вот зная о том, что, собственно, все воздействие будет произведено только на одном каком-то сосуде, ведь уже не так страшно, чем представить себе, что это такое открытое сердце и как доктор его оперирует. Понимаете, Ольга, у каждого метода есть своя точка приложения. Да, если обращаться за медицинской помощью вовремя, своевременно, то чаще всего обходятся вот такими мини-инвазивными вмешательствами. Ну а если уже состояние запущено и помочь невозможно, то, конечно, приходится прибегать к открытым операциям на открытом сердце. Ну а пока об этом можно еще не думать. Бокал красного вина вечером – это полезная рекомендация? Как вы к ней относитесь? Бокал красного вина уверенно вошел в наше сознание. И это было связано с тем, что изучали жизнь жителей Средиземноморья. Мы зацепились за бокал красного вина, при этом забывая про морепродукты, овощи, фрукты, активный образ жизни, позитивное мышление. Спасибо большое, Ольга Евгеньевна, за такой позитивный сегодняшний диалог. Спасибо, Ольга, за приглашение. Я была рада помочь. Главный врач Гомельского областного клинического кардиологического центра Ольга Лях сегодня была у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин